Да, ты сладкий, ты красавчик. Для птенца баклана это первое знакомство с человеком, не особо приятное. У него возьмут кровь на анализ. И как обычные дети, бакланёнок активно сопротивляется медицинской процедуре. Вреда птицам она не принесёт. Проба крови позволит узнать их родственные связи с пернатами из колоний в других регионах на юге России. Совместное исследование проводят специалисты Астраханского биосферного заповедника и Южного научного центра РАН в Ростове. Большие бакланы Астраханского региона отличаются от своих собратьев. В первую очередь, размером колонии. В Дельте-Волге несколько колониальных гнездов веслоногих. И каждый год они страдают от пожара. И чем больше гибнет леса, на котором гнезятся деревья, тем больше птиц вынуждены выселяться из погибших колоний и образовывать новые. Но бакланы у нас предпочитают подселяться к уже существующим колониям. Ещё одно различие – место гнездования. Птицы в других регионах селятся в тростники или на земле. Наши предпочитают устраивать колонии повыше из-за паводка. Это настоящее многоквартирное дерево. Добраться до птенцов научным сотрудникам непросто. Гнезда располагаются высоко. У птиц не только возьмут кровь, их ещё и окольцуют. Это своеобразный паспорт птицы с астраханской пропиской. Время надо подгадать очень точно, чтобы птенцу было около трёх недель, и он не встал на крыло. Когда они достигают по размерам практически взрослого баклана, то есть у них лапа уже больше не растёт, чтобы не нанести вреда кольцом. И плюс при этом они не могут от меня убежать. На свою колонию на озере Маныч-Гудила я чуть-чуть опоздала, они уже от меня очень бодро убегали. Ну, от меня не убежишь. Кольцо с номером позволит узнать, мигрируют ли большие бакланы, где строят гнёзда молодые птицы. Если птицу заметят в другом регионе, учёные смогут узнать их пути миграции. В этом году научные сотрудники окольцевали около сотни бакланов в дельте и на озере Маныч-Гудила. Отсветить передвижение птиц могут не только научные сотрудники. Увидеть кольцо с номером можно в бинокль или на фотографии. Информацию предоставит Центр кольцевания в Москве. Это поможет учёным больше узнать о повадках птиц. Наталья Фомина, Руслан Срывченко, Центр новостей.